Ученик Особенно заметно ее отношение к детям, увлеченное, живое, которое заставляет всех учеников быть активными, самостоятельными и любознательными. Учитель применяет в своей педагогической работе технологии деятельностного типа в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Одной из первых в лице она стала применять метод проектной деятельности и в данный момент работает над одноименным инновационным педагогическим проектом, который способствует формированию универсальных учебных действий у младших школьников. Работая по дидактической системе развивающего обучения Леонида Владимировича Занкова, реализация федерального государственного образовательного стандарта второго поколения не вызывает в нее трудностей. Она с радостью приняла все нововведения и успешно применяет их. Именно деятельность является главной ценностью в обучении на ее уроках, во время которых преобладает творческая, доброжелательная атмосфера. Ее ученики вместе с ней активно используют современные информационно-коммуникационные технологии. В каждом ребенке она воспитывает личность. Ее воспитанники являются победителями и призерами школьных и районных олимпиад. Ольга Вячеславовна с удовольствием делится своим педагогическим опытом, наступая на педагогических советах, районных методических объединениях и научно-практических конференциях всероссийского уровня. В 2012 году она стала победителем районного конкурса методических разработок уроков русского языка, соответствующих государственным образовательным стандартам начального общего образования, и заняла второе место в городском конкурсе. Ее уважает, любит, как признанного молодого лидера огромного коллектива, который гордится тем, что такой педагог трудится в лицее номер 5. Ольга Вячеславовна, хотя работаете в свой третий год в нашем лицее, но такое ощущение, что мы с ней знакомы очень довольны, потому что она очень доброжелательная, очень отзывчивая, и самое главное, она профессионал своего дела. Учитель родом из детства, ведь я учитель. Педагог должен обладать пятью видами искусства – уважением, пониманием, помощью, искусством быть собой и свято верить в добро, любовь и справедливость. Я свято верю, и источник моей веры находится в детстве, в моей семье, в моих маме и папе. Глядя на их взаимоотношения, на их искусство общения, на их способность дарить любовь, я поняла, как это хорошо – заботиться о ком-то, дарить эту любовь и быть счастливой. Еще английский философ Бекон Фрэнсис сказал, «Быть счастливым – величайшее благо, а обладать возможностью дарить его другим еще больше, и я счастлива». Воспитание, полученное от моих родителей, продолжила моя учительница Гарипова Митсуа Фаридовна. С ее легкой руки мои неясные мечты оформились в ясное желание быть учителем. Годы учебы в школе только укрепили мое желание стать педагогом. Педагогическая философия сформировалась уже в годы учебы в институте и под влиянием, конечно же, впечатлений из детства. И вот в руке диплом, в голове методологические принципы, и свершилось мой первый урок и первое сентября. Учитель не просто приходит на работу утром и уходит вечером, возвращаясь в школу вновь и вновь. Нет, учитель всегда с детьми. То есть он находится постоянно в детстве. И это не работа, это состояние души, это стиль жизни. Если я научила детей сопереживать, быть внимательными, понимать человеческие чувства, то я могу поставить себе маленький плюс в своей педагогической профессии. Каждый человек на земле должен оставить след. Вслед в сердцах и умах моих воспитанников для меня дороже всех богатств, дороже душевного покоя. Хорошо, когда поздним вечером я прихожу домой и, вспоминая своих учеников, мое лицо озаряется улыбкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!